Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня немножко похулиганим, поговорим о нашем любимом, замечательном и близком всем тайном городе. Поэтому, чтобы вы поняли уровень нашего сегодняшнего хулиганства, я начну с небольшого перефраза из любимого мною в детстве братца-кролика. Если миску уронить, разобьется миска, если близко южный форт, значит близко виски. А уж создатель тайного города Вадим Панов до него и вовсе рукой подать, приветствуйте. Здравствуйте. На этой игревой ноте, да? Да. Ну что? Ну а я, если вдруг кто не знает, скорее всего не знает, начальник отдела фантастики Иксмо Вячеслав Бакулин. Что такое отдел фантастики Иксмо? Это люди, которые каждый день делают чудеса и каждый день превращают в чудо. Вот вам очередное чудо в пример. Соответственно, у нас сегодня новая книжка, и она не просто новая. Опять же, если вдруг кто-то не в курсе, это страшно сказать, 30-я книжка тайного города. Вот. А скажите, друзья, много вообще людей ее уже прочитало из тех, кто сегодня у нас в зале? Ага. Да. Отлично. Значит, мы не будем очень спойлерить. Вот. А больше, с вашего позволения, поговорим вообще о тайном городе. Я думаю, у всех есть какой-нибудь интересный вопрос, который вы хотели бы задать автору, и вы его обязательно зададите. Только не о неоновских женщинах. Да. Да. Вот. А Вадим, я надеюсь, будет отвечать честно, искренне. Вот. Ничего не утаит. Вот. Ну и опять же, если вдруг по чечайне кто-нибудь хочет спросить что-нибудь не только о тайном городе, а из обширных объема миров, которые уже насоздавал наш сегодняшний герой, вы тоже не стесняйтесь, что сможем, расскажем, на что захотим, ответим. А вообще, тайный город. Давай начнем так. Я вообще тебя считаю, по большому счету, кутюрье от фантастики, потому что ты обогатил, на самом деле, как минимум, нашу фантастическую тусовку, во-первых, белым, ослепительно белым, подчеркиваю, костюмом, а во-вторых, красной банданой. Они не вместе. Да, и сделал из этого просто абсолютный бренд, узнаваемый и любимый миллионами уже. Расскажи, как появился Сантьяго и откуда пошли красные шапки? Сразу таких два вопроса. На самом деле, да, спасибо большое, что вы здесь, с небольшой заминкой с моей стороны. И я хотел, прежде чем ответить на первый вопрос, хотел сказать, что действительно очень сложные чувства переживаешь, когда вроде как пишешь, рассказываешь истории, рассказываешь о тайном городе, а потом вдруг издатели тебе напоминают, слушая, ты в курсе, что уже 25 романов. Ну, то есть это 30-я книга, но это включая сборники. И это 25-й роман сольный о тайном городе. И тогда уже в какой-то момент я просто уселся и думаю, 25 историй о городе. Ну, в принципе, да, это именно о городе, о тайном городе. Поэтому, наверное, легко, если бы был какой-нибудь главный герой, прям такой выделенный конан, было бы, наверное, сложнее. А город, который вот за нашими окнами сейчас, он большой, он наполнен множеством тайн, извините за то, что это небольшую такую тавтологию. И поэтому очень интересно рассказывать о этих вот секретах, об этих событиях, которые свершаются, и, может быть, даже свершаются прямо сейчас. Мы просто этого не видим. Ну, если что-то там сейчас интересное происходит, то мне об этом расскажут, а я потом расскажу вам обязательно. Сантьяго. Трудно вспоминать то, что было 25 лет назад. Это образ, который, наверное, пришел сам, может быть. Может быть, на фоне того, что я очень много думал о том, кто же будет представлять, ну, кто станет лицом каждого великого дома тайного города. Потому что понятно, что орден, образ ясен. Зеленый дом тоже, в общем-то, образ ясен, причем как и мужской, так и женский. А что вот с темными, которые вроде бы как темные, извините, но при этом, в общем-то, не настолько они и ужасны для всех. То есть люди, ну, не люди, со своим кодексом чести, со своими определенными принципами, которые они, тем не менее, соблюдают и соблюдают очень жестко. И поэтому, когда я понял, кто он на самом деле, ну, я думаю, вы все знаете, кто такой Сантьяго в темном дворе, и я понял, откуда он взялся, то есть как появился, почему князь его сделал, я сразу, в общем-то, осознал, что это будет образ, наверное, в чем-то противоположный всем остальным навам, дерзко противоположный, но при этом может быть даже чуть больше нав, чем они, потому что он должен как-то компенсировать свою вот эту инаковость. То есть это нав, который, с одной стороны, отличается от всех, но с другой стороны, для него принципы темного двора, все базовые принципы, которые они придерживаются, очень важны, и он это постоянно подчеркивает, он их обязательно соблюдает. То есть это вот такой, ну, можно сказать, один из таких железных стержней темного двора. А весь его образ мне очень нравится, то есть когда я думал, каким он может быть, каким он должен быть, вот, скажем так, в повседневной жизни, в обыкновенной, вежливость. Не знаю, обращали вы на это внимание или нет, он всегда спокоен, в подавляющем большинстве случаев, и вежлив. То есть как к нему могут обращаться, ну, как угодно, особенно те, кто считает его равным или, может быть, даже чуть ниже, он всегда выдержан, он всегда спокоен, и он всегда будет говорить «вы». это вот я себе сразу отметил, как обязательный элемент его воспитания, его образа. Всем всегда говорит «вы». Это очень важно, как мне кажется, потому что, скажем так, воспитанность, воспитание, оно немножко теряется в нашей повседневной жизни, чуть-чуть. Но при этом это очень важная, скажем так, скрепа, на которой держатся отношения между людьми, между нелюдьми, это уже не важно, в обществе, в социуме. И люди воспитанные, люди вежливые, они производят соответствующее впечатление. Поэтому это такая вот визитная карточка сантехи. А шапки? Кто из нас не видел шапок? Вот скажи, пожалуйста, ты никогда не высказывали байкеры, что ты что вообще сделал? Не пытались предъявить? Как это? Пытались предъявить, покатать меня на мотоциклах и вместе поорать. Скажем так, кто из нас когда-то... Я просто не закончил, кто из нас никогда не видел красных шапок? С другой стороны, мало кто из нас никогда не был красной шапкой в какие-то моменты в жизни. Поэтому... У тебя есть красная бандана? Да. Отлично. Безусловно. Причем их у меня несколько. И, соответственно, это образ действительно собирательный. Он не отрицательный, на мой взгляд. У меня, в принципе, именно откровенно отрицательных персонажей, то есть тех, которых... Ну, бывает так, что авторы целенаправленно выдвигают кого-то, ну, такого отрицательного персонажа, как такой сгусток всего отрицательного, что может быть, то есть и в характере, и в манере поведения, то есть во всем абсолютно, чтобы именно вызвать такую негативную реакцию у читателя. Мне не нравится такой подход, и на меня, как правило, он действует в обратную сторону, то есть когда автор целенаправленно говорит, что вот он плохой, плохой, смотрите, какой он плохой, смотрите, какой он плохой, я думаю, а зачем он так своего персонажа, пусть даже отрицательного, показывает его таким, чтобы просто сгладить те недостатки, которые есть у главного героя, наверное, но это же известный прием, если ты хочешь себя как-то обелить, быстренько расскажи, какой плохой твой оппонент, и желательно сгустив краски. И поэтому я, в общем-то, стараюсь показывать в историях и положительных персонажей, и отрицательных, ну, условно отрицательных, как людей, ну, или нелюдей, отстаивающих свою точку зрения, свою позицию, свои взгляды, свои интересы, и показывать, что, в общем-то, у каждого, каждый противостояние, каждая сторона в противостоянии это свои собственные интересы преследует. Вопрос в том, насколько эти интересы соотносятся, ну, скажем так, с общепринятыми такими моральными принципами, ну, и, во-вторых, насколько они сильны, чтобы эти интересы подтвердить. Здорово. Ну, коль уж затронули отрицательных, смотри, есть такая достаточно расхожая точка зрения, и наши с тобой коллеги-фантасты мне ее тоже неоднократно высказывали, что, в принципе, героя положительного, для того, чтобы он был убедительным, для того, чтобы ему по-настоящему сопереживали, для того, чтобы он не был Мэри или Марти Сью, и вот это вот все, чтобы он был именно героем, написать всегда труднее, чем убедительно отрицательного. Согласен ли ты? Нет. Логично. Нет, на самом деле, есть приемы, которые помогают авторам изобразить главного героя такого, чтобы ему как раз сопереживали. Если я правильно понял твой вопрос. И самый такой, наверное, прием, который у всех на слуху и которым начали очень активно пользоваться последние 20 лет, это вот герой, несчастный мальчик, у которого убили родителей, из-за которого преследует злой великий волшебник. Мамка его в детстве не любила. Бывает и так, а бывает, наоборот, любила и даже крестиком поставила на лбу. То есть, разные варианты могут быть. Но суть в том, что он сирота, что у него все плохо, и вот он преодолевает эти жизненные какие-то вещи. Он, в конце концов, с помощью друзей, в основном с их помощью чего-то добивается. Мне больше нравятся герои, которые вызывают симпатию не потому, что их жалко, а потому, что они тверды, сильны. Даже, если возникает какая-то неурядица очень серьезная и им приходится отступать или им становится плохо, мы понимаем, что они найдут в себе силы, найдут возможность стеснуть зубы и пойти дальше. То есть, мой герой это тот, который не отступает, который преодолевает все благодаря своим силам, и он чувствует себя сильным. Ведь, в принципе, ощущение собственной силы это очень дворякий момент у кого-то, как говорится, есть такая схожая фраза, срывает крышу от ощущения собственной силы, возникает ощущение вседозволенности, какое-то понимание того, что что бы ты ни сделал, тебе за это ничего не будет, и, в общем-то, у персонажей и у реальных людей в том числе действительно появляется некий комплекс Бога. А бывает, и это более такой распространенный пример, чаще встречается, когда человек сильный, ощущающий свою силу, он как раз становится более сдержанным и спокойным, и он не, ну, скажем так, держит под контролем и свои эмоции, и свои желания, потому что он знает, что он сильный, он все равно это добьется. И вот такие герои мне ближе. Я так очень здорово на самом деле. Так, продолжим немножечко. Если есть вопросы, задавайте. Да, 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 тут у нас есть микрофон, сейчас мы немножко поговорим, но если кто-то уже готов, выходите. Пожалуйста. Слушайте, но если нельзя спрашивать про женщин-намов, то может быть хотя бы про рыжих женщин, тоже про них как-то мало раскрыта тема, про женщин-ордина. Я понял, я читал. Я старался, наверняка, ну, вы читали, вы помните, то же самое правило крови. Я старался рассказать, когда это возможно, о женщинах-орденах, безусловно. К сожалению, наверное, к сожалению, когда я только работал над тайным городом, то продумывая великие дома, я, соответственно, продумывал их внутренние взаимоотношения, как там все устроено, какой у них внутри, скажем так, порядок. Вот, и поэтому орден в этом смысле, он, конечно, более такой консервативный, именно патриархальный. Ну, вот, он таким мне виделся, таким он был нарисован, поэтому, собственно, в том числе, поэтому магией там обладают только мужчины. И, вот, да, жившим женщинам чуть-чуть в этом смысле не повезло. Они остались, в общем-то, можно сказать, не на обочине, конечно, но на такой, на дорожке дублёре. Вот так вот. Вот, наши сетки концы счастливы. Вот, но, если вы помните, есть одна интересная рыжая девушка, которая не так давно появилась, и она ещё вернётся, вот, и, я думаю, наведёт шороху в ордене. Хорошо, про плохишей ещё чуть-чуть. А у нас в нашей сегодняшней виновнице нашей встречи, в новом романе, опять достаточно активно действуют Масаны, и даже один из них украсил, я надеюсь, одну из двух версий наших обложек. Смотри, сейчас вампиры, как таковые, переживают новый, уже второй ренессанс. как ты думаешь, вот, всё-таки, почему это первая часть вопроса, а вторая, я же люблю многосложные истории, вот, когда ты понял, с самого начала, или это была какая-то, всё-таки, развивающаяся история, что твои Масаны не будут классическими вампирами, которые обращают любых товарищей в таковых и будут вот такими опять же тёмными ночными охотниками, которыми, наверное, в том числе и благодаря этому за их так ценят читатели. Я вот неоднократно уже Вадиму говорил и вам могу сказать, что одна из любимейших моих, например, историй внутри тайного города это внутренняя идеология Королевский крест царь горы, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но на мой взгляд это как раз очень классная история, которая действительно показывает, насколько же тайный город многообразен и показывает его не столько, наверное, в развитии магистрального сюжета, сколько именно в развитии вселенной. Про вампиров. не знаю насчет Ренессанса, это тебе виднее, может быть, но тогда сразу о том, какие они. мне, мне, как всегда было и есть и, наверное, всегда будет скучно работать и рассказывать истории в каких-то классических рамках. То есть вот самый яркий пример, который я на эту тему провожу, то есть у меня есть цикл анклавы, наверное, знаете, это небольшая история будущего, действия этих романов происходят в конце уже нашего столетия. Очень похоже на киберпанк, но когда я задумывал эту серию, я подумал, ну, классический киберпанк это некий герой, который выступает против корпораций, долго-долго с ними борется, потом, в конце концов, ему удается вскрыть какой-то зловещий замысел корпораций, он об этом всем рассказывает, и, ну, поскольку речь идет о книгах, то есть о вымышленной ситуации, добро побеждает зло, корпорация говорит, ой, да, мы были неправы, это все так хорошо, там платят кому-то неустойку, наверное, или просто исчезает, переименовываются, если говорить, в наших реалиях, и все. Вот один человек побеждает как бы вот этого монстра, ну, такая вот борьба юного принца с драконом, по большому счету, тоже фэнтези, только с компьютерами и, скажем, с виртуальными реальностями. Мне было очень скучно, то есть я понимал, что, ну, это не очень интересно, не очень, как бы, я в это поверю, и поэтому я написал по большому счету историю от лица корпораций, то есть чуть-чуть переиграл. Когда владельцы корпорации, да, в принципе, они не то, чтобы прямо белые, пушистые, они прекрасно понимают, что в какой ситуации оказался мир, что все не очень хорошо, может даже сказать, что все очень плохо. Они что-то там задумывают, хорошее или плохое, неважно, они что-то пытаются делать. Вот вылезает некий условный хакер, который говорит, да, я вскрою все ваши планы. Говорит, ну вскроешь наши планы, дальше ты что, с миром ты что будет? Ты лучше скажи, что делать, а не то, что ты наши планы раскроешь. Ну молодец, раскроешь, молодец. А дальше ты что? И получается, что одинокий такой хакер, он, конечно, хороший герой, вызывает жалость, вызывает какой-то, может быть, симпатию, что он бросает вызов. Но, если мы говорим именно о мире, то каким он будет, все равно решают люди, у которых есть ресурсы, у которых есть власть, которые, в общем-то, что-то делают. И когда они не знают, что делать, это самый страшный момент, вот тогда все приходит в тупик, заходит в тупик, и, в общем-то, вскроешь ты эти замыслы, не вскроешь, не важно, дальше что, дорога куда. и анклавы, это, собственно, история о тех, кто хорошими способами, плохими, неважно, проламывает дорогу вперед, то есть они ищут выход из тупика. Либо вот цикл «Герметикон», который задумался как стимпанк, но мне, опять же, было очень скучно писать очередной стимпанк в реальных декорациях в викторианской Англии или России примерно той же эпохи. Ну зачем? Таких книг много. Их можно почитать. Я подумал, как было бы здорово, если совместить стимпанк и условно «Звездный войн», как космооперу. То есть придумать нечто такое, чтобы доказать и себе, и читателям, как люди, которые еще пока находятся на этапе паровых машин, как они сумели летать на другие планеты, на дирижаблях. И получился «Герметикон». И то же самое с «Масанами». Мне было неинтересно, во-первых, описывать классических вампиров, а во-вторых, классические вампиры не вписывались в «Тайный город», потому что изначально среди законов «Тайного города» это никакой нежити. Вампир — это нежить. вампир — это мертвое существо. Умер, возродился. Но в реалиях «Тайного города», в легендах «Тайного города» это невозможно. Умер, значит, умер. И, кстати, вот об этом как раз «Темные церемонии» и «Ангел-мертвеца» в первую очередь. Ну, в том числе. Вот. То есть обратной дороги нет. То есть классическим вампирам в «Тайном городе» места нет. Но почему бы не появиться расе, которая легла в легенды, в основу легенд наших человеческих легенд о вампирах. И так появились «Масаны». И хорошо, что они такие, какие есть. Кто-нибудь еще придумал что-нибудь спросить? Пожалуйста. Добрый вечер, Вадим Юрьевич. Хочу вас поздравить. 30-я книга, 25-й роман, более 20 лет «Тайному городу». Шутка для посвященных, как говорят, нашей семье нас не догонит. У меня, как и год назад, два вопроса. Один от моей супруги, которая, к сожалению, опять не смогла приехать. Один от меня. И третий вопрос, чисто технический, который меня заинтересовал практически сразу после того, как появилась последняя на данный момент книга «Герметикона». Первый вопрос, он проистекает, собственно говоря, из начала беседы о положительных, отрицательных героях. Супруга сказала, что Артем Головин, ну, он трансформировался из положительного, по сути дела, героя в человека, который, по крайней мере, мои супруги не нравится. Не собираетесь ли вы его, извините, выпилить? Не приходила ли такая мысль? Вопрос от меня. Вселенная «Тайного города» тесно переплетена с нашей Вселенной. Есть ли во Вселенной «Тайный город» писатель Вадим Панов? Не было ли желания сделать камео? Ну, пусть не такое большое, как у Стивена Кинга в «Тайной башне», но хотя бы небольшое пара строчек, как у «Железных» в «Хрониках Эмбера», когда он себя вписал там вот совсем чуть-чуть. И технический вопрос. Можно ли считать анклавы предыстории «Герметикона», потому что человечество «Герметикона» приходит как раз из тех порталов, в которые человечество анклавов уходит. Благодарю. Спасибо большое. Так, Артем по порядку. Это с обратной. Раз, два, три, три, два, один. Нет, я знаю, да, что очень похоже, но если вы обратите внимание, у «Герметикона» своя собственная, скажем так, мифология, своя собственная легенда существования, своя собственная история, которая как раз связана не с нашим недалеким будущим, а с нашим далеким прошлым, и в частности с Гермесом Тресмегистом. То есть это такое ответвление, которое в те времена это придумали, они покинули Землю, и вот с тех пор где-то там, я надеюсь, пытаются нас найти, чтобы посмотреть, что с нами стало. Вот, поэтому нет. Почему похоже... Раз, раз, о, извините. Почему похоже... Поскольку, скажем так, в ионные сверхпроводящие сверхсветовые двигатели я пока еще не верю, ну так, чтобы об этом говорить всерьез, а в общем-то теория относительности предполагает вот эти вот кротовины для перемещения на гигантские расстояния, то я все-таки пока склонен думать, что это, скорее, более перспективный вариант, который мы когда-нибудь освоим. Да, я, скажем так, адепт космических полетов, я считаю, что нам без них никуда, и я искренне надеюсь, что работа в этом направлении ведется, и когда-нибудь мы вот эту вот часть теории относительности, которая, с одной стороны, закрыла для нас космос, далекий космос, но, с другой стороны, в общем-то, оставила вот эти вот кротовые норы, вот, что все-таки мы их разовьем, мы найдем технологию работы с ними, и будет именно она. И поэтому, собственно, и в Герметиконе, и в Анклавах, в общем-то, об этом и речь, что вот открыты вот эти норы, но по-разному. То есть, и там, и там, как бы они пришли к открытию этих переходов по-своему. Вот. Значит, Артем. Ну, все меняются. Вот. То есть, было бы, наверное, очень странно, если бы он там за 25 книг не поменялся, насколько он изменился и в какую сторону, тут, ну, каждый решает для себя. Я долго думал, как он ему сможет это преодолеть, то, что с ними случилось. И, ну, в общем-то, наверное, подумал, что вот так вот он, да, сможет так, скорее всего, поступит именно так. Кортес по-другому. Вот. Но пока вот у меня вырисовывается вот такая вот схема, ну, вырисовалась уже, да, это уже случилось. Потому что, ну, он помоложе, он может быть такой чуть более свободный в своих каких-то чувствах. В общем-то, получилось вот так. А второй вопрос. А, да. Не, ну, мы сразу договорились с Сантьяго, что я всегда в стороне. Это же, в конце концов, фантастика. Не надо вносить ее в мир. Да. Да, кто ты? В чем? Пожалуйста. Добрый вечер. Я, как к предыдущему вашей теме развить хотел. Есть еще у вас такие циклы, как «Мистическая Москва» с приставкой «Ля», да? И «Искажения», там, серии таких повестей, да? Какие вот это. Я вот считаю, что вот эти вот отдельные, законченные, грубо говоря, романы, они тоже, как бы, достойны на существование. И в последнее время вы, как бы, в долгую идете, а от них ни «Искажения», ни «Ля Москва», вот это вот, и что-то, как вот, не предвидится, да? Хотя вот я в свое время читал, и с удовольствием вот это вот там отдельно, закончено, и уже не ждешь продолжения, уже ваша история очень хорошо рассказана. То есть стоит ли нам ожидать? И еще такой вопрос. Все мы, конечно, понимаем. Красные шарки там, да, там банданы, кожаные курки, байкер, это все фигня. Виски – это самое главное. Все, все мы когда-то были красными шапками, без шапок или нет, в зависимости от дозы. Насколько вот это вот влияет? Как бы, и откуда пришло вот это вот, как бы, умопромощение от вискаря? Спасибо. Ну, давайте, да, с красных шапок, они все-таки, да, о них уже говорили. Ну, да, когда семью продумывал, то есть понятно, что это было, ну, не то, что несерьезно, не совсем это правильное определение, потому что, конечно, это была, это одна из серьезных семей, и работа над ней шла тоже очень серьезно. Вот, но эта особенность, вот, употребление алкоголя, в общем-то, это получилось, да, довольно внезапно, потому что вот чем, ну, каждая семья должна с чем-то отличаться. Вот, то есть эти так, эти так. Когда красные шапки задумывались, я думал, какими они будут, то есть как они будут себя вести, как они будут говорить, какие у них там будут, условно говоря, ценности. Я в какой-то момент понял, что на трезвую голову так себя не повезешь, в общем-то. Вот, должно быть что-то, что, в общем-то, объяснит хоть как-то, почему они вот именно такие. Ну, и вот нашлось такое объяснение. А, извини, я добавлю к вопросу, но почему именно виски? Не самый для наших широт все-таки популярный... Так, ну подождите секундочку, вспомним космогонию. Что в Иркутске, что в Норильске? Нет, это уже потом пришло, это уже, так сказать, на фоне, да. Нет, вспомним космогонию, они пришли из западных лесов, в общем-то. Нет, можно было бы, конечно... И торфяных болот, да? Да, да, да. То есть можно было бы, конечно, сделать, там, я не знаю, кальвадос. Тогда бы я записался. Как-то не то, да. Ну, а если серьезно, то, в общем-то, давайте так, красные шапки, это само это название, сам этот народец, это, в общем-то, из той мифологии. Из валийской, да, безусловно. Да, вот, они там есть, немножко другие, мягко говоря, вот, и по характеру, и по манере поведения, но вот они оттуда, и, собственно говоря, когда стал вопрос, что же будет для них допингом, акселератором, в общем-то, понятно, что не водка. кстати, очень кровожадные существа в валийской мифологии, если кто не знает, и шапка у них красная, потому что они мочат ее в свежей кровушке, и чем более она яркая, тем меньше прошло времени от свежей покраски. Вот, а что касается циклов, я искренне надеюсь, что будет продолжаться, но это романы, которые требуют какого-то очень своеобразного, скажем так, идеи, очень своеобразного сюжета, когда я должен увидеть идею, покрутив ее, понять, что вот эта идея вот именно для вот этого цикла, для мистики, и уж тем более для отражения. То есть здесь не потому, что они более сложные, а потому что они очень своеобразные для меня, то есть там очень мир такой, скажем так, настолько получался, миры вот эти получились настолько для меня тонкими, что я очень придирчиво подхожу к выбору сюжетов. Слушай, а по поводу, кстати, искажений и отражений, вот уж коль вспомнили с цитатами из русского рока, любимого, а ты уже как-то упоминал, помнится прям напрямую, что вполне возможно, что шклярский наф, а вот кто у нас, с твоей точки зрения, еще из наших идолов мог бы принадлежать к тайному городу? Все остальные красные шапки, да? Отлично. Так, это не в обиду, это просто шутка. Конечно, конечно, не стесняйтесь, пожалуйста. Мы для вас здесь. Спасибо. А можно я календарь подрвету, жарко с ним сидеть? Да, я вот вам... Спасибо большое. Боже, боже, боже. Это, ну, значит, спасибо. Спасибо. Да, вам спасибо. Вот, а вопрос такой. Вот сейчас есть же сериал, да? Вы как-то к актерам, которые в нем участвуют, вы принимали участие? В кастинге? В отборе, да. Согласовывали с ними, например, потому что я себе по-другому их представляла. Насколько они... Ну, как бы, как представлял себе их я, и насколько они совпадают с тем, что... Как представляли их вы? Здесь сложный вопрос, потому что... Полиции Мака, ты утверждал признание... Когда мы читаем книгу, вот, и я в том числе, как бы, как читатель, да, тема хороша, хорошая книга. Когда мы ее читаем, мы снимаем самую лучшую экранизацию этой книги. Вот здесь. Это уникальная экранизация, которую мы не сможем никому показать, но для себя мы ее сняли, потому что мы погружаемся в мир книги, мы начинаем представлять, как выглядят персонажи, мы начинаем представлять, где это происходит, как выглядит вот там замок, как выглядит зеленый дом. Мы все это видим. Иногда даже неосознанно. Вот. Но мы это представляем, если книга вам понравилась, если она хорошая. И поэтому, когда мы смотрим любую экранизацию понравившейся книги, мы всегда смотрим «Ну да, наверное, но я бы, наверное, все-таки другого актера подобрал». Или там, «Ну как он играет? Он же не может так. Это нормально. Это естественно». Я как-то видел пробы, ну естественно, не вживую, а пробы, да, в записи актеров на роль Емельяна Пугачева. Там был Высоцкий, там было еще несколько актеров. Абсолютно разные. Но при этом каждый привносит что-то свое в этот образ, то, что он может привнести, то, что он, как он видит этого человека, этот образ, каким он себе его представляет и как он его отыграет. Вот. В принципе, ну, учитывая, что тогда актерская школа была очень мощной, поверил я всем. Вот. Но при этом я понимал, что это абсолютно разные и Пугачевой. То же самое здесь. Когда мы смотрели актеров, понятно, что каждый что-то по-своему как-то видел, каждый по-своему представлял, и нужно было подобрать в том числе и так, чтобы они вместе как бы смотрелись, в том числе вот с теми, кто будет вокруг. Плюс и стояла, ну такая вот, режиссер перед собой поставил задачу, чтобы сделать, ну, выделить как-то визуально, вот актеров. Тоже, насколько это кино, это, скажем так, в первую очередь визуальный ряд, то, соответственно, вот он старался как бы вот в каждом наче какую-то изюминку, чтобы он, с одной стороны, соответствовал книге, и с другой стороны, как бы, чтобы вот на видео это было чуть-чуть иначе. Поэтому, собственно говоря, вот, например, те же Лас-Вегасы выглядят там очень странно, когда впервые мне показали их, говорят, ну, как ты смотришь? Вот я говорю, ну, кошмар, они говорят, подожди, говорят, смотри, задача-то у нас такая-такая, они же темные, там, и прочее, то есть, второй раз посмотрел уже, ну, да, они отыгрывают, вот, они молодцы, то есть, это вот некий образ, который они поймали, они это прочувствовали, режиссеру это понравилось. дольше всего мы искали Сантьяго, то есть, в принципе, поиски начались еще, в общем-то, даже до того, как вообще началась там, как бы, работа, такая плотная на сценарии, ну, прикидки начались, потом, соответственно, его искали все время подготовительного этапа, уже всех нашли, вот, а с ним было абсолютно непонятно, то есть, огромное количество мы просмотрели и видео, ну, приглашали на кастинг, еще больше просмотрели, естественно, фотографии, там, как-то в образе, когда актер просто присылают, если они, ну, не здесь, не в доступности, они просто присылают там, в портфолио, вот, и мы смотрим там, какой образ, вот, ужас, честно вам скажу, то есть, нет, ужас не в том смысле, что они ужасны, а ужас в том смысле, что мы не могли его подобрать, то есть, мы все смотрели, и вот не было такого, даже хотя бы половина, говорила, да, 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 вот, все так, что-то не то, что-то не то, что-то не то, очень сильно мучились, и, в принципе, мы уже нашли марч, буквально там, недели за две, за три, до того, как нужно было уже начинать сниматься, при этом, что-то самое смешное, он, в общем-то, русый, и он покрасился, он покрасился для этого. А кто вот из них, ну, наиболее близко к тому, как вы их в вашей голове придумали, и кто, ну, как бы максимально далеко, мы поняли, что Сантьяго, а может кто-то прям совпал, чтобы сказали, да, вот, я практически с этого человека писал. Я понял, да, что вы имеете в виду, ну, не знаю, мне, в принципе, понравилось, ну, понравился кастинг, в общем-то. Причем, Павел Прилучный, хорошо, вот, мне кажется, сыграл Артема, вот, полицеи Мака уже упоминаем. не птицы, это любовь. Вот. А если вот смотреть, вот, кто сыграл, вот прям вот, вот так вот, да, как вы говорите, что вот я посмотрел, и, наверное, вот эта вот моя внутренняя экранизация полностью совпала с тем, что я увидел, вот, вот это вот Максим Грач, который сыграл Богдана, вот, в «Командоре войны». Вот, причем, там было довольно сложно с ним работать, вот он не очень хорошо, как бы, вот, ну, как вот эти вот все, то есть тяжелый костюм, он читал монологи, там, вот, вот мы делали вот эту, ну, вот место жертвоприношения, там, настоящий огонь, то есть там никакого, ничего нарисованного, жара, жутчайшая, значит, на съемочной площадке, он в доспехах, извините, вот, значит, которые его наряжали, там, несколько часов, вот, в гриме, он читает, значит, ну, в принципе, вот такой подвиг, в общем-то, совершил. И потом, когда вот уже смонтировано, и я увидел полностью вот этот образ, который он дал, как он показал все вот это вот своего героя вот в развитии и с чего все началось, с чем закончилось, мне понравился вот прям вот очень сильно. Здорово. А, давай чуточку про внутреннюю кухню, если можно. Вот, 25 романов, еще некое количество, повестей и рассказов, как работает система «Ничего не забыть». Огромное количество героев, огромное количество связей, имен, событий, у тебя есть какая-то энциклопедия, ты с ней сверяешься. Вот как это происходит? Раз, кусочек, и два, такой, знаешь, вопрос по работе. В свое время, когда у Панаджи Сапковского спросили, кто читает первым законченную новую книгу, он сказал, издатель, конечно, а как может быть по-другому? Кто читает первым твою законченную книгу? Жена, конечно, как может быть по-другому. Издатель — это уже потом, когда книга закончена по-настоящему. То есть жена читала все, без исключения, что ты написал? Да, конечно. Ну, это, по-моему, отдельные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, безусловно, энциклопедии, в общем-то, множество файлов и о героях, и о великих домах. То есть я с детства точно знаю одну прописную истину, что самая лучшая память пасует перед карандашом и блокнотом. Можешь все запоминать, но если ты запишешь, это будет лучше. Более того, когда ты записываешь, ты еще лучше это оставляешь у себя в голове. Поэтому, да, у меня все записано и, в общем-то, обращаюсь довольно часто. В общем-то, можно сказать, всегда работая на одной книге, я начинаю с того, что освежаю в памяти тех, кто, в общем-то, мне в этой книге может пригодиться. Здорово. Да, наверное. Кто-нибудь еще что-нибудь придумал? Давайте, давайте, давайте. Ну, я не знаю, если кто-то придумал. А вот смотрите, у вас получается Ктулху, ну, как бы это чей-то другой персонаж, там Мазак Тотт тоже, Красные шапки мы тоже сейчас узнали, вампиры общие. А вот остальные персонажи, может, еще кто-то есть там из каких-то других книг? Может быть, Сантьяго тоже был героем, ну, каким-то таким, знаете... А, был ли у него прообразник? Какой-то, да, там, некоторый... Нет, у Сантьяго такого прям вот прямого прообраза нет. Ну, в принципе, смотрите, мне интереснее создавать вот персонажа, ну, с нуля, что называется. То есть я продумываю и его историю, ну, как бы его жизнь, да, перед тем, как он оказался на страницах книги. Я продумываю о том, что ему предстоит сделать, то есть какой у него есть опыт, какой у него там получится опыт вот в этой работе, как он, соответственно, изменится или не изменится из-за этого опыта, что, в принципе, будет. И поэтому брать какого-то, ну, прям вот, прототипа для персонажа, тем более, там, например, для главного героя, я никогда так не делаю. Мне, ну, не... Я так работаю, что я очень должен знать об этом персонаже все. То есть когда я его придумываю, я о нем знаю все. Вот, полностью. То есть у меня на него, извините, досье. А если брать настоящего персонажа, то надо про него все узнавать. То есть я не могу так вот, то есть взять, например, человека и начать про него выдумывать. Ну, мне это не очень интересно. Ну, и, наверное, не совсем корректно. Есть эпизоды, где есть, действуют как раз вот прототипы реальных. Ну, персонажи, у которых есть реальные прототипы. Они, в принципе, не всегда скрыты. То есть там иногда можно понять, о ком идет речь. Вот. Но это, как правило, просто либо комические, либо иронические, либо сатирические, эпизоды. И они, эти персонажи там появляются без продолжения. То есть они просто в этом, этот эпизод отыгрывают, и потом, как бы, они исчезают. Вот. Но это просто такое вот так, мелкое развлечение, можно сказать. Вот. Но и только. А реальный персонаж, нет. Реальный прототип, нет. Ктулх, он же отличается, вы же могли бы по-другому назвать, и никто бы не догадался, что это он. А, да, я понимаю, что вы спрашиваете, это, это как раз сделано намеренно, потому что изначально, когда вот формировался тайный город, как, вот в принципе, как мир тайного города, я с самого начала намеренно добавлял в него счастье, которые, ну там, легенды, мифы, которые, в принципе, нам известны, но давал им другое объяснение. Вот. То есть это как раз то, что вот связывает тайный город с нашей, ну такой, скажем, с известной нам мистической реальностью. Это сделано именно намеренно. Вот. Потому что, как бы, мы вот знаем, кто он, но вот на самом деле в мире тайного города это все по-другому. То есть это такой просто ход. В догонку просто это самое. Глава дома Нави и Сантьяго. Что первично и как? Ну там же даже это прямым... Да, безусловно, это князь первичен, Сантьяго, это уже его производная, так скажем. А есть у вас вот такие книги, которые вы читали бы без своего профессионального взгляда, то есть вот без профдеформации, да, что вы видите, что здесь автор применил вот такое, а здесь автор применил такое, что вы так вот начали читать и полностью отключились и не помните ничего, видите только вот как фильм перед собой. Спасибо за вопрос. Спасибо, это очень грустный вопрос. Да, вы очень ловко подметили, что в какой-то момент начинаешь уже не читать, а редактировать. Вот, когда берешь художественную книгу, начинаешь ее читать, и да, я начал себя ловить на мысли, наверное, лет через пять после того, как начал писать, и дальше, к сожалению, побороть это нереально, потому что в какой-то момент ты начинаешь просто уже, да, так, ну, 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 этот оборот здесь неуместен, или, ну, как же, ну, этот герой уже, он не такой. Да, право деформация. Но есть книги, которые я читаю без нее, это хорошие книги, они очень разные, вот, книги, от которых я получаю удовольствие, настоящее, вот, но их, к сожалению, очень немного. Вы бы это сказали всем интересны. Вот я это и говорю, что их, к сожалению, очень немного. Нет, конкретно там, как называется автор. но есть, есть книги, есть автор, ну, например, их на самом деле много, это я уж пошутил, вот, но, есть, например, автор, то есть, Нил Стивенсон, вот, из современных, который, каждую новую книгу я обязательно покупаю, прочитываю, и... новинка в работе. Кто переводит? Надеюсь, не нейросеть? Нет, ни в коем случае. Профессиональный переводчик, да? Да. Хорошо. И очень хороший редактор. Отлично. Школа перевода Бакана работала над Новым Стивенсом. Вот. Это вот, автор, ну, современный, пишущий, и вот, его книги, я, как правило, начинаю читать, погружаюсь в них, и там уже никакого, никакой про деформацию не играет, мне просто интересно, что он пишет. и как. Нет, да, есть на самом деле такие книги, безусловно, я уже просто так немножко пококетничал, вот, но их не так много, конечно, вот, но тем не менее есть. Ладно, давай я еще спрошу, мы потихонечку все-таки вернемся к нашим последним, я не боюсь этого слова, очень не люблю слово крайний, вот, к последним на сегодняшний день, ну, будем считать, это пока такое внутреннее дело. Говори к нынешней. Да, да, есть некое ощущение, не только у меня, потому что я-то об этом знал изначально, но и у читателей, насколько я уже знаю, видел отзывы, что, как раз в продолжении вашего вопроса насчет рыжих, и не только рыжих девчонок, что девчонок в тайном городе становится больше. Я, на самом деле, когда это читал, так смеялся, думаю, это вы сейчас говорите про человека, который целый зеленый дом создал, это вы говорите сейчас про мир, в котором были изначально и Яна, и Инга, и хранители черной книги, и еще бог знает сколько обалденно мощных, могущественных, ничем не уступающих, а во многом даже превосходящих мужчин-женских персонажей, ну смешно. Тем не менее, вот Ярга, с одной стороны, он у нас выходит из далекого прошлого, и поэтому многие считают, что он вот такой вот патриархальный, с другой стороны, все забывают, что матриархат-то патриархату в общем-то предшествовал, и он его явно застал. Как в тайном городе и во внутреннем отношении консула нынче с феминизмом? Читайте книги, там все сказано. Что касается застал ли Ярга матриархат, учитывая, что он рассказал о том, как все было на их планете и как все в дальнейшем развивалось, что-то у меня есть определенные сомнения, что они переживали стадию матриархата. Опять же, мы не говорим о монархских женщинах. Да, вот такие правила в тайном городе. Ты не говоришь о монархских женщинах, о которой ты не говоришь о монархских женщинах. Тогда о новом поколении и о новых героинях. Да, новые героини. Как-то ты прав в том плане, что было много героинь и до темных церемоний и, соответственно, ангела-мертвеца. И мне показалось, что это делается не специально. когда формируется история, начинаешь, в общем-то, прикидывать, кто будет в ней играть, задействован, от кого я буду рассказывать эту историю, о ком. И мне на душу легло, и мне легко писалось, и было самому очень интересно, когда, как ты выражаешься, представителю суперпатриархального древнего навского обычая, противостоят три молодые девушки из разных семей, с разными способностями. Мне кажется, это показалось правильным, интересным, и мне было очень интересно в этом писать. Спасибо. Слушайте, может, я, конечно, пропустила, но вот я смотрю вот этот бестиарий, там всякие грифоны есть и так далее, а почему нету никаких животных из русских сказок, может, там появится какой-нибудь боевой колобок, конек горбунок, ну что-то, либо, может, планируете кого-нибудь включить когда-нибудь, может, кто-то вам импонирует из... Может быть, но если там брать драконов, например, мне все-таки больше верится в одноголового, чем в трехголового. А во-вторых, то, что вот те твари, которые живут в бестиарии, это Мордина, да, и в принципе появляются, в тайном городе, это все-таки, как правило, животные, безмозглые, то есть типично западные. Вот. А в наших сказках, да, все-таки большая часть бестиария, это, в общем-то, обладающие определенным разумом и такие более, ну что ли, светлые образы, и делать их совсем безмозглыми, вот такими вот обитателями как бы, как боевого какого-то подразделения, показалось, не очень. Кто? Колобок? Нет. Но они животные, да, только я же вам говорю, что у нас, у нас просто как бы, очень многое, как бы, в наших легендах, в наших сказках как раз эти вот волшебные существа обладают разумом именно. Вот. И там условно превращать кота в безмозглую просто кошку не очень как-то интересно. Вот продолжая тему как раз-таки импортозамещения, Роман Папсуев, кстати, выражал в своих сказках Старой Руси благодарность за участие, соответственно, формирование этой славянской квазимифологии. Вот нету желания как раз копнуть глубже вот в эту нашу исконную тему, вот может быть залезть немножко на территорию чуть более славянского фэнтези. Ну что же, Роме буду на пятки наступать. Тут вопрос не в желании на самом деле, а вопрос в том, что интересно, что ложится на душу и о чем хочется писать, перекликаясь с предыдущим ответом. То есть я не могу, то есть по приказу, смотри, у нас сейчас вампиры переживают ренессанс, давай-ка мы что-нибудь в славянской теме про вампиров. Упыр. Упыр, да, например. У меня так не получается. То есть когда я сажусь за книгу, прежде чем я сажусь за нее, мне нужна идея, мне нужны образы, которые меня трогают, которые меня цепляют. Причем даже не один, а начинает формироваться целый мир книги. Даже когда речь идет о тайном городе, о новой книге тайного города, все равно каждой книге создается на фоне общего мира тайного города, создается мир собственной книги, который для меня должен быть закончен, должен быть непонятен, должен быть мне очень интересен. И по приказу такие вещи не делаются. Поэтому может быть, я как-нибудь займусь импортозамещением. А давай я, кстати, но не знаю когда. Прицеплюсь к твоему ответу, еще чуть-чуть разовью эту тему. Когда, еще раз немножко про кухню, когда начинается новая книга, она строится вокруг идеи или вокруг героя? Что первично в новом сюжете? В новой книге тогда, потому что сюжет это уже следующая. В отравляющем большинстве случаев это идея, потому что книга должна о чем-то говорить. любая книга о чем-то говорит, но соответственно чем больше книга, тем больше она скажет и слово, идея лежит в основе любой книги. То есть когда я начинаю думать о книге, то есть сначала приходит некая идея, мысль, что я хочу рассказать, о чем я хочу рассказать. И уже потом, сформировав ее, ощутив ее, я уже начинаю подбирать, кто будет эту идею, это слово нести, с чьей помощью я начну эту идею раскручивать. Иногда бывает, что персонаж, но даже не в то, что прям первичный, а где-то рядом с идеей, может быть одновременно, может быть с малюсенькой задержкой, появляется персонаж, который я вижу, что он будет вести эту книгу. причем иногда бывает так, что персонаж даже не главный. То есть у каждой книги есть, среди героев каждой книги есть некий, так назовем, такой драйвер, который меня чем-то особенно зацепил своей историей, либо своим поведением, либо тем, как он делает, и он становится для меня одним из важнейших в этой книге. Если, например, говорить о кафедре странников... Ой, вот только хотел спросить, ты не поверишь. Для меня это, да, тоже такая немножко особая книга. Там для меня таким персонажем стал как-то неожиданно Фома Калека, потому что не он главный, не он в общем-то основные вещи рассказывает, но его поведение, его в принципе то, что он делает, как он это делает, для меня настолько понравилось, что он для меня стал одним из ведущих рассказчиком этой истории. Слушайте, а почему все время кольцо Саламандра практически в каждой книге повторяется, вот эта магия мира, которая в кафедре странников, она в одной книге и все, и она как бы дальше как умерла. Потому что это сверхсложно, редчайший дар, который повторяется, это как метаморфы, то есть найти человека или не человека, который сможет почувствовать мир настолько, чтобы менять его или делать что-то путем просто каких-то элементарных изменений, это очень сложно, поэтому это был уникум. Я сомневался, Вадим Юрьевич, задавать этот вопрос, но задам. Зайду издалека. Сборники, когда молодые, возможно, не молодые, авторы пишут о тайном городе. Приходилось ли вам рассматривать произведение в стихотворной форме? Потому что на гнетуток тумана я являюсь обладателем рукописи, которая попала в историю болезни приемной наркологического отделения Московской обители после того, как там переночевали ОС Гуча и Конец Капуляции. Называется она «Баллада о навских женщинах». Не подойдет. Шутка, шутка. Да, извините, пожалуйста. По-моему, было на рассмотрении стихотворное произведение. Во время нескольких конкурсов, по-моему, присылалось, но вроде бы не проходили по тем или иным причинам. опубликовать поэтическое произведение о тайном городе в сборнике не вопрос вообще. То есть, если это будет достойно и интересно, жюри с этим согласиться, издатели с этим согласятся. Для меня это нормально абсолютно. я с радостью опубликую, но да, если это будет соответствовать тайному городу, если это будет хорошее произведение, потому что это, конечно, ключевой момент. Это, знаете, как вопрос, тут недавно, если кто-то не знает, у нас идет чемпионат мира по футболу, и недавно спросили у сборной Аргентины, почему у вас нету негров в составе. Они говорят, потому что мы берем тех, кто играть умеет, а значит, те, кто у нас эти, они не умеют. Нет, там был лучший ответ на самом деле про Netflix. Я все-таки про это самое. Люди первично всегда это литературный уровень присланного произведения. То есть, если он соответствует критериям отбора, то тогда не вопрос, мы принимаем. Я поясню еще раз, я не напрасно заплел наркологию конца, это естественно, это любовь к женщинам, это оса их любовь, ну и естественно, навские женщины вопрос настолько наболевший, что это не могло как-то не скрутиться в одну веревочку. Именно в наркологии причем. Да. Отлично. Так, ну что? А, еще, пожалуйста. Раз мы говорим о развитии жанра различных жанров. Вопрос такой, я давно не читал ваше произведение, и у меня остались какие-то яркие образы, какие-то яркие, как вот клипы, да, и у меня такой вопрос, может быть, и будет интересен другим людям, какую музыку можно слушать, под какую музыку ваше произведение, и как вы это видите, вот мне интересно слушаться, надо дать вопрос. Ой, и я еще, извините, добавлю, пожалуй, а и пишешь ли ты когда-нибудь под музыку? Да. Вот. Не всегда, потому что очень, скажем так, трудно предсказать, что тебе может помочь, или наоборот, помешать. То есть иногда, просто это на уровне ощущения, то есть иногда ты чувствуешь, что нужна полнейшая тишина, просто тишина, все. Вот, тогда я там запираюсь где-то и пребываю именно в тишине. А если еще интернет не работает, то вообще шикарно. Вот. Иногда такое пореже, но тем не менее тоже бывает, мне нужен просто белый шум, причем, ну, естественно, чужой. Вот, то есть я, у меня был период, когда я довольно много и, в общем-то, плодотворно работал в кафе. Вот, то есть там просто я садился в уголочек, вот, и вокруг шумела, ну, обычная жизнь, да, и она меня совершенно не задевала, не мешала, не отвлекала, но при этом какой-то вот этот вот необычный фон, он мне реально помогал. А иногда, да, то есть я прям чувствую, что не могу в тишине, нужно что-то в наушнике. Вот, я, как правило, в наушниках, у меня большие такие активные, вот, чтобы все слышать. Вот. И вот здесь возникает нюанс, потому что совершенно непредсказуемо, что захочется послушать. И поэтому у меня очень большая фонотека, вот, с очень разными произведениями, причем и направлениями музыкальными, от этно до, в общем-то, как прогрессив, рока, вот, абсолютно разные, не факт, что там, я там, завтра начну это снова слушать, и говорит, ого, там, мне нравится, они просто, разная музыка нужна под разное настроение, под разные, в том числе, там, эпизоды, которые, под которыми я работаю. вот, какое-то будет, тоже очень трудно сказать, то есть, например, вот, Аркадо, первую книгу, я писал, там было довольно, часто я включал, такой очень жесткий, современный рэп, вот, американский, ну, прямо очень жесткий, вот, сам удивился, я не знаю, почему, ну, это вот, была такая вот необходимость его слушать тогда, то есть, не вникая в слова, естественно, потому что, нет смысла, это для меня, вот, вот, это вот, какой-то вот, мелодия, бит, ритм, не суть, иногда, ну, я говорю, от этно до прогрессив, самое разное, включая классику, в том числе, то есть, непредсказуемая фонотека, большая. Очень здорово, и, опять же, в развитии предыдущего твоего ответа, вот, главная идея, коль скоро у нас немного людей прочитали еще пока новинку, вот, если бы ты коротко сказал, что главное в «Ангеле мертвеца», вот, что владело тобой, какая идея, которую ты хотел донести, без спойлеров по сюжету, что в этой книге? «В шаге от всемогущества». Ну, слушайте, по-моему, после этого без шансов придется читать. Ну, что ж, здорово, если больше вопросов нет, давайте, а, давайте. Здравствуйте. Для начала большое спасибо хотелось вам сказать за ваши книги. А у меня два вопроса. Отлично. Первый, по поводу импортозамещения, наверное, немного продолжу. мне всегда было интересно, почему вы используете в основном английские меры длины, они привычные нам, там, сантиметры, метры. И второй, по поводу кафедры странников. Вы думали их как-то вернуть в повествование, чтобы человечество получило свой источник энергии, малый трон Посейдона, или люди окончательно ушли в область технологии уже? Спасибо. Спасибо. С кафедры странников не знаю, то есть у них была четкая цель, зачем они возвращались. Вот, я эту цель понимал, я понимаю, зачем возвращались, и, в принципе, я при этом понимаю, что им больше не за чем возвращаться, у них так все, в общем-то, хорошо, так скажем. Вот, и они знают, чем они хотят заниматься, они знают, что здесь их, скорее всего, начнут, ну, мягко говоря, расспрашивать о разном, вот, чего им, в общем-то, не хочется. Вот, то есть у них отношение к тайному городу так себе, на самом деле, и поэтому они вряд ли вернутся. Вот, а что касается технологий, да, то есть на этом построена именно сама, скажем так, идея тайного города, что господствующая раса в тайный город не идет. Вот, то есть мы выбрали свое развитие, свое направление развития, технологии, и мы будем их развивать. Вот, поэтому с магией сомнительно. Вот, а что касается... Мердленные. Да, да, Мердленные. Ну, это было тоже, скажем так, сделано специально. Когда придумывался тайный город, нужно было, точнее, я счел, нужным внести в мир реальной Москвы элемент условности, вот, чтобы, в общем-то, чуть-чуть сгладить ту правду, которую я рассказываю о тайном городе. Вот, то есть нужно было что-то элемент фантастического. Там есть отличие от того, что мы знаем, к чему мы привыкли. Мердленные, это просто самый такой яркий момент, который сразу выводит нас на некую условность. Вот, было тогда, если вы помните, в первых книгах действовала в Москве не милиция, а полиция. Теперь это уже не условность. Надеюсь, да, стандартная система мир останется все-таки. Что ж, здорово. Спасибо всем. Я надеюсь, вам было интересно, нам-то уж точно. и самое главное, прежде чем мы поаплодируем автору, давайте, конечно, не забывать о том, что до тех пор, пока мы хотим, пока мы смотрим куда-то далеко, пока мы мечтаем, представляем, выдумываем, неважно, в каком городе мы живем, тайный город это наш город. Спасибо, Вадим Панов с нами. Спасибо большое. Ну, собственно, автор ваш, терзайте. Ручечку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова